Всех приветствую на канале Animal Life. Этот чао-чао год спал и питался на помойках. Посмотрите, что произошло. Жители одного из микрорайонов Омска часто видели этого заросшего колтунами, больного и грустного пса, который спал на кучах мусора, кормился тем, что подбрасывали неравнодушные люди, рылся в помойках, а зимой замерзал на улице. Когда волонтеры выехали на место, они увидели пса в удручающем состоянии. Диагноз был неутешительный. Псу было около 7 лет, по всему телу из-за жизни на улице, болячки, заработанные инфекцией, общее слабое состояние. Волонтеры не хотели сдаваться и начали лечить своего нового подопечного, которого назвали Балу. Оказалось, у Балу есть хозяева. Объявились люди, которые утверждали, что породистый пес принадлежит им, никаких фото или документов у них не было, но они хотели забрать собаку назад. По словам хозяев, они уехали из Омска в Екатеринбург на год, а питомца оставили на попечении знакомым. Балу остался в приюте, где приходил в себя после всех потрясений. Он оказался очень воспитанным и интеллигентным псом, добрым и понимающим. Шерстка у него постепенно отрастала. С момента прибытия Балу в приют за его судьбой следила Тамара из Ростова-на-Дону. Она увидела посты о нем в социальных сетях и решила стать хозяйкой пожилому песику. Волонтеры приюта собрали все необходимые денежные средства на дорогу и поездом отправили Балу в Ростов. Все очень волновались и переживали, но в итоге счастливый пес встретился со своей новой хозяйкой, и они прекрасно поладили. Балу душа в душу живет вместе с Тамарой. Будьте ответственны и не бросайте своих любимцев. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.